Метром 800 или километров шириной. Все. Где находится Королевский дворец. А вот эта часть города, в принципе, Бангкок даже продолжается, знаете, докуда? Вот досюда, вот даже вот до этой лампы. И еще где-то, вот, наверное, досюда, это будет Бангкок. Я просто взял самое интересное. И вот, когда я проходил квадратик за квадратиком, я только не прошел вот это вот место. И вот тут вот. Там спальные районы, они, в принципе, не так интересны, я их на потом оставил. Все остальное я каждый переулок прошел, полтора года на это потратил. Но, по-первых, мой образование учился на физика, поэтому я люблю такие, как говорится, исследования, тошные, медлительные. Но я это люблю. Итак, что интересного в Бангкоке? Первое. Вот это индийский квартал с синим цветом. Черным цветом китайский квартал, самый большой в мире Чайна-Таун. Дальше. Зеленым цветом. Это район, где находятся все министерства. Там самые красивые здания пост-викторианской эпохи. Конец 19 века. Безумно красота. Дальше. Красный цвет. Раз, два, три, четыре, пять. Вот эти вот пять красных точек. Это трущобы. Центральный. Это шоппинг. Все торговые центры находятся вот тут. Дальше. Фиолетовый цвет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это мусульманские кварталы. Следующее. Это арабский квартал. Это корейский квартал. Это японский квартал. И вот этим зеленым цветом обозначено. Это европейский квартал, где самые красивые здания стекла и бетона. То есть для меня Бангкок выстрелился вот таким вот способом. И сейчас я немножко про эти дела расскажу. Итак, индейский квартал. Переходим. Есть Индия, есть Пакистан. В Пакистане какая религия? Мусульманство. В Индии какая религия? Индуизм. Генетически это один и тот же народ. Просто они когда-то разделились по религии. А когда Англия ушла, она же была колонизатором, она оставила конфликт, который до сих пор идет. Запомните, везде, откуда Англия уходит, остается конфликта. Итак, есть штат Финджаби, который находится между этими штатами. И там проходили через него все войны. Потому что через верх не пройдешь, там горы, а там пустыня. Ну, конечно, вот тут все проходило. И объявился такой 500 лет назад мальчик. Ну, сейчас он дедушка на фотографии. Гавдорова звали Гуру Нанак. Он был из богатой индуистской семьи. И он удивлялся. Говорит, мама, ему было 10 лет, а почему ты мне не разрешаешь общаться с мусульманами, соседями? Он говорит, как, почему? Ты же брахман, ты не можешь с ними общаться. Говорит, ну они же такие же люди. В общем, его это очень удивляло. В 18 лет он уходит из дома. Он много путешествует. Был даже в Саудовской Аравии. И он в 30 лет стал таким известным философом. Вот он ходил, общался с людьми, и он делал диспуты. Он собирал мусульман. Говорит, товарищи мусульмане, вы Аллаха видели? Они говорят, а как можно Аллаха увидеть? Это же непознаваемая субстанция. Это сущность, которая находится в каждом объеме нашего мира. Он говорит, все ясно с вами. А вы, говорит, индуисты, а вы видели бога Шиву? Он говорит, как видите его? Он говорит, ну а почему вы решили, что его черного камня надо делать с тремя полосками? Он что, он лично сказал, бог Шива? Он говорит, все понятно. И он берет, объединяет две религии. Индуизм и ислам. Вдумайтесь в это слово. В индуизме тысячи богов, в исламе один. Он это объединяет. Получается новая религия сикизма. Как это все происходит? Вот так выглядит си в жизни. Видите, борода небольшая и тюрбан. Обратите внимание, детям они ресницы красят, глаза подводят. Ну это у индусов есть такая тема. Дальше. В чем суть их религии? У них есть единый бог, который никак не изображается. Как в исламе. У них есть большая толстая книжка. Вот она лежит тут. Вот этот мужик ее читает. У них есть 10 пророков. Они были все военными, как и Мухаммед. Мухаммед тоже воевал. И как бы это, ну, это нормально. Он даже на очень старой женщине женился, чтобы денег было на очередной военный поход. Это тоже нормально все. Вот у них тоже 10 пророков. Но в этой книжке сказано, все религии равны. Слушайте, я с журналистом работаю. Никогда не поверю, что люди скажут, что все религии равны. Я их пытаюсь подкалывать очень часто. Им нельзя обсуждать религии. Им нельзя проповедовать. Им нельзя заниматься миссионерством. То есть человек должен сам решить, что ему надо. Я подхожу к Сипху и говорю, слушайте, вот скажите, все же религии равны? Он говорит, да. А я говорю, а Бог единый? Он говорит, да. А его изобразить можно? Нет. Его нельзя познать. То есть у Бога даже нет имени. Бог это одно из имен вот этой сущности. Если вы узнаете сущность, настоящее имя Бога, вы его познаете. А это невозможно. Число Пи, смотрели фильм? Вот посмотрите, там очень интересно, как раз про сущность Бога говорится. Так вот, число Пи, запишите, очень хороший фильм. Так вот, я говорю, хорошо, раз Бога нельзя изобразить, а почему тогда христиане ортодоксы, ну православные, по-английски ортодокс, почему они берут доску, рисуют какой-нибудь лик и говорят, что вот в этом лике Бог? Я говорю, как это можно? Они говорят, это их проблемы, все, Бог единый, все религии равны, вот как хотят, пусть так и делают. Говорят, все люди. Я за шесть лет ни одного сика не развел на разговоры о религиях, а я патрулить люблю людей таким образом. Нету такого, понимаете, вот просто они ничего не говорят. Тут что бы ты делал? Они спрашивают, ты хочешь, мы расскажем тебе о сикизме? Я говорю, да, хочу. Точно хочешь? Да. Тогда они расскажут. Просто так рассказывать не будут, потому что запрещено миссионерство. Дальше, у них десятую часть надо сдавать в храм, как у евреев, у идеев, поэтому храмы живут богато и всем помогают. Дальше, у них четко прописано в книге, как надо работать, как надо давать в долг, как надо делать накрутки, как надо прощать должников, как надо жить. Все в книжке расписано, как в Торе. Просто идеально все. Но молитва. Молитва – это путь единения с Богом. Поэтому у нас из-за чего люди, помните, при Иване Грозном передрались, перерезали? Двумя представлениями или тремя молиться. Ну, извините, что это вообще такое? Это вообще тупость, я считаю. Так вот, говорит, чтобы этого не было, или, например, как мусульмане, говорит, ты неправильно намаз читаешь. Приезжайте в Египет, там у всех небольшая шишка будет на лбу, или даже вот рано, потому что они друг перед другом, кто круче на вас считает, даже бьются головой. Это действительно, в Египте такого очень много, именно Египет этим отличается. Так вот, чтобы этого не было, единственное средство познания Бога – медитация. Ну, вот сидит человек, медитирует, познает Бога в своем сердце. Вы же не скажете, слушай, мужик, ты неправильно медитируешь. Такое же нельзя сказать. Они убрали все причины конфликтов. Дальше. Они говорят, все люди равны, поэтому не надо ходить на наши службы, не надо пытаться принять сикизм, можешь прийти покушать со всеми вместе. Поэтому каждое утро во всех храмах кормят. Бесплатно. Все вместе должны поесть за одним столом. Потом, вот так вот, видите, книжку надо обмахивать. А так как они сделали так, говорит, где-то через 250 лет после основания религии, последний гуру говорит, так, товарищи, больше у вас не будет наследников. Он говорит, как, а кто нами будет управлять? Он говорит, знаете, почему я так сделал? Появляется новый лидер, появляется раскол. То есть, он говорит, надо вот так делать, а вся толпа говорит, нет, мы вот привыкли так делать. И начинается раскол. Потом люди дерутся, вот как там у нас был раскол церковный. Поэтому он убрал лидеров и говорит, книжка, которую вы вам написали. Она будет лидером. Она живая. Ее зовут Гуру Гранд Сахид. Поэтому ее укладывают спать, ее будят. Ее целый день должны обмахивать. Это уже чисто индуизм пошел, мистика. Вот такая религия интересная. Смотрите, это Месопотамия англичане сикхов использовали как ОМОН. Это самые лучшие войны в Индии. Обязательно в полку должна быть книжка и люди, которые следят за книгой. Вот они идут, они стали на стоянку, разложили кровать, укрыли книжку, уложили спать. Сидят, обмахивают и охраняют. Только так они могут себя осознавать как-то. Вот такая книга интересная. Дальше у них должно быть пять предметов. Первое. Волосы. Они не бреются, не стягутся всю жизнь, а волосы прячут под тюрбан. У них обязательно должен быть маленький ножичек. Или большой, или маленький, неважно. Тупой. Это символ борьбы со злом. Дальше. У них должен быть гребешок в волосах и стальной браслет на правой руке. И специальные трусы у мужчин. Это такие семейники, очень сильно обтягивают. Две функции. Первая функция. Ничего не натираешь, когда бегаешь. А еще войны были. А вторая. Ну, они обтягивающие, как говорят, плотские позывы сдерживают. То есть нефиг думать о женщинах, делайте дела побольше. То есть вот такие у них. Это мне все сихи рассказывают. Была еще история, мы подходим к сихам, а у меня туристы были. Они говорят, а правда у всех ножик есть? Я говорю, правда. Ну, действительно, у всех есть ножик. Он даже вот такой маленький будет, но будет в кармане. Я подхожу к такому к сиху с таким большим пузом, с бородой, с такой. Говорю, скажите, а у вас кирпан есть? Кирпан это ножик. И знаете, он аж покраснел. И вот тут я его поймал. У него все было. Браслет был, наверняка расческа была под тюрбаном. А он ножик забыл. И знаете, вот приходит белый человек и знает, как ножик на его языке. Знаешь, что такое сихизм? Потому что он меня знает, он меня видит постоянно в храме. И у него, знаете, красные... Такие красные лица говорят. Я его забыл, извините. Понимаете, для него это реально позор. Вот, я быстрее ушел оттуда и не стал сильно позорить. Вот такие дела. Вот так выглядит сих, видите, обязательно с ножиком. Вот, они очень умные люди. Занимают обычно какие-нибудь менеджерские должности. В Индии их 2,5% населения, у нас 40-ая часть, держит 60% всех денег. 60%! Подумайте. Дальше. Индийская армия Сикхи. 90% Сикхи. Летчики Сикхи. Генералы Сикхи. Пример министра Индии Сикх. Дальше. Помните мультик? Какой мультик? А может, на вопрос? Да. Охранник Сикх. Какой вопрос? А там вот у них бороды были побритые. А они не побритые. Они подсрежены. Раз им нельзя стричься, обретать волосы. Смотрите. У них не побритые, они в специальную сеточку, чтобы они не мешались во время боя. Сетка для бороды. Ну, как есть сетка для волос, это сетка для бороды. А у некоторых борода, она вот таким пучком внизу связана, или я беру, то и зачесывают наверх. Во-вторых, не у всех борода растет. Вот у меня, например, у бати вот такая борода, а я вот у меня, видите, безбородый. Вот. Дальше. Вот есть Сикхи в таком спортивном тюрбане. Есть Сикхи, сумасшедший Сикхи, вот такие вот. Дальше. И есть золотой храм. Вот в этом храме в сутки кормят до 10 тысяч человек. Все на пожертвование. Каждый человек может прийти, поесть и переночевать. Поэтому все автостопчики знают, есть Сикхи, значит, можно поесть и переночевать. В Москве. В Варшавское шоссе, дом 34. По воскресеньям в 9 утра собираются Сикхи. Приходите, можете покушать. Дальше. Вот это себе банковский храм. Тут кормит 700 человек по утрам. Вот так вот выглядит. Вот так вот. Женщины слева, мужчины справа. Вот книжка. Служба проходит под музыку. Очень красиво играют. Вот это еда. Самая простая еда. Каша из чечевицы, рис, лепешки, картошка с карри и сладости какие-то. Вот так все сидят. Заметьте, белая девушка, два тайца и три пакистанца. Все религии собраны тут. Дальше. А помните религия, из-за чего возникла диспута? Помните, когда он индуистов ислам собирал? Так вот, они раз в два-три месяца приглашают представителей разных религий, чтобы те им рассказали о религиях. Они инду... Буддистов пригласили в храм. Притом буддисты, у них нет понятия Бог вообще. Они не верят в Бога. Они приглашают кришнаитов туда, христиан, мусульман. А теперь представьте, у нас, говорит, братья и сестры, чтобы мы там не ссорились. Давайте мы пригласим кришнаитов, они мне расскажут про их религию. Или свидетели иеговых. Такое нереально, а у них это обязательно. Так вот, мамаши тащат туда своих детей.